Каз-экспо-аудит проводит испытания. Множество испытаний. Ведь защита жизни и здоровья человека это серьезное дело. Со множеством секретов. Все начинается здесь. В Казахстане. В Алматы. В главном испытательном центре Каз-экспо-аудит. Где расположена самая крупная в Казахстане аккредитованная лаборатория, оснащенная современным оборудованием для проведения испытаний средств индивидуальной защиты. Безопасность один из важнейших факторов труда и производства. А средства индивидуальной защиты человека это умное решение вопросов безопасности. Технологии производства СИС не стоят на месте. Создаются все новые и новые защитные средства, предлагая обновленные дизайны, инновационные материалы, облегченные конструкции. Но в том, как ли безобидны более комфортные модификации и какова реальная степень безопасности инновационных СИС, можно убедиться только по результатам полного спектра проведенных испытаний. В этом и заключается наша работа. Этот центр обладает всем соответствующим высокоточным современным оборудованием и средствами измерения для проверки качества продукции индивидуальной защиты. От перчаток и очков до средств защиты от падения с высоты. Оснащение лаборатории уникальным стендом для проверки СИС от падения с высоты ставит испытательный центр КАЗ-Экспо-Аудит на передовые позиции не только в регионе, но и на территории стран таможенного союза. В ходе проведения работ на высоте человек должен иметь возможность выполнять работу, связанную с риском и при этом гарантированно защищен от последствий. Испытания средств защиты от падения с высоты проводятся на таком специализированном стенде. Конструкции размера нашего стенда позволяют проводить испытания современных анкерных линий с увеличенными межпролетными интервалами. Моделируется ситуация, аналогичная одновременному падению всех пользователей. Например, их семь. Линия должна надежно останавливать падение всех испытательных грузов. При этом ни одна из частей анкерной линии не должна выйти из строя. Прогиб линий также имеет значение. Чтобы при падении человека передаваемое на него усилие распределялось равномерно, не допуская повреждений каких-либо частей тела, используются индивидуальные страховочные привязи. Для снижения этого усилия совместно используются стропы с амортизаторами и блокирующие устройства. Выдержит ли привязь, создаваемую падением манекена, динамическую нагрузку? Насколько эффективной будет работа амортизирующих строп и за какое минимальное время сработает блокировка покажут испытания. Регистрация данных осуществляется единой компьютеризированной системой, одновременно фиксирующей показания датчиков нагрузок и позволяющей в графическом виде анализировать зафиксированные процессы. Если задуматься, ведь работник опасного производства в прямом смысле доверяет свою жизнь и здоровье тому или иному спасательному ремню, защитному костюму, спецобуви, респиратору, каске или очкам. И только здесь в процессе испытаний можно определить, до какой степени вы действительно защищены. Поэтому испытуемые образцы подвергаются настоящим пыткам. Возьмем костюм сварщика. Он выдержит легкий душ из не менее 30 капель расплавленного металла и 50 секунд тесного контакта с нихромовой проволокой, нагретой до 800 градусов. Современные защитные очки, тонкие и стильные, могли бы конкурировать с индустрией моды. Но это лишь внешняя утонченность. Средства защиты глаз подвергнутся серьезному обстрелу мелкими частицами, летящими со скоростью выстрела из пневматического пистолета до 200 метров в секунду. Не менее беспощадные и испытания средств защиты головы. Испытуемая каска примет на себя череду сброшенных твердых предметов. Бойков разного веса и формы. Полностью автоматизированная установка моделирует падение тупых острых предметов. В момент удара сферического обойка по каске фиксируется максимально передаваемое на голову манекена усилие. Оно не должно превышать значение, при котором становится возможной травма головы. Комфортная работа в сверхшумных условиях под силу лишь качественным наушникам. Комплекс испытаний для проверки акустических характеристик покажет, надежно ли защищены ваши уши от сильных шумовых воздействий. Ваша спецобувь скользит, будьте осторожны. В этой лаборатории вы можете проверить противоскользящие свойства подошвы по различным поверхностям. Чтобы не стать жертвой несчастного случая, убедитесь, что ваша сигнальная одежда обладает достаточным светоотражением, а ваш утепленный комбинезон не позволит вам замерзнуть зимой. Средства защиты органов дыхания – отдельный акцент внимания испытательного центра КАЗ-Экспо-Аудит, ведь эти респираторы собираются отправиться в самые загрязненные условия на опасное производство. Обрести уверенность в том, что респираторы и маски выполнены заботой о вашем здоровье, помогут испытательные установки нового поколения. Данный комплекс для испытаний СИЗОТ способен определить такие важные показатели, как эффективность фильтрующего материала, уровень сопротивления дыханию человека, содержание вредных веществ во вдыхаемом воздухе. В этом испытательном центре не будут ждать возрастания температуры воздуха до критических отметок – продолжительного дождя или, напротив, прихода лютой зимы. Чтобы проверить стойкость средств индивидуальной защиты к внешним климатическим факторам, эти автоматизированные камеры способны образовать нужную нам погоду. Камера соляного тумана создаст условия, идеальные для быстрого появления коррозии на металлических частях. Соль и влажность помножены на время выдержки, и результат расскажет все о качестве испытуемого коррозионостойкого покрытия. Минус 70 или плюс 150. Смоделировать любые климатические условия поможет специализированная температурная камера, позволяющая задавать не только сверхвысокие и супернизкие температуры, но и относительную влажность от 25 до 98%. Текстильные материалы сохранят свои первозданные свойства в процессе ежедневной носки и трения. Данная установка позволит проверить стойкость материалов СИЗ к истиранию методом Мартиндейла. Прилегающие к телу защитные средства будут проверены на соответствие санитарно-гигиеническим показателям с использованием современных высокоточных приборов, таких как газовый хроматограф, жидкостный хроматограф, атомный спектрометр, анализатор изображений, регистрирующий индекс токсичности. За 20 пройденных лет КАЗ-Экспаудит добился многого. Инновационная испытательная база, степень профессиональной подготовки и любовь к своему делу вывели испытательный центр на высокий уровень доверия и признания со стороны производителей во всем мире. Здесь проводятся комплексные испытания. КАЗ-Экспаудит продолжает проводить испытания каждый день уже 20 лет.